Приветствую, друзья! Меня зовут Денис и сегодня расскажу вам о комедии «Шпионы по соседству». Внимание, впереди спойлеры! Желаю вам приятного просмотра! Главные герои фильма муж и жена Джефф и Карен Гафни живут в спокойном районе на тупиковой улочке. Они отправляют своих детей Патрика и Майки в летний лагерь. И вот Джефф и Карен возвращаются домой и встречают свою подругу Мэг. Мэг очень радостная, потому что она продала дом за наличку. А ещё круто то, что покупатели даже не видели его вживую. Просто посмотрели фото. Тут подъезжает муж Мэг, которого зовут Дэн. Он работает в той же компании, что и Джефф. Они подкалывают семейство Гафнов о том, что «уау, они свободны, детей нет дома и сейчас, наверное, будет сумасшедший секс». Попрощались и разошлись. И вот Карен и Джефф у себя дома. И в фантазиях обоих безудержный секс со сломанным столом, шампанским и на полу при свечах. Но всё это так и остаётся в их фантазиях. Джефф отправляется к себе на работу. Он работает в отделе кадров в компании МБИ. И чтобы хоть как-то подружиться со своими коллегами, разрешает им сидеть за своим компьютером. Потому что у остальных, по правилам службы безопасности, нет интернета. В это время на их тупиковой улочке появляются новые соседи. Карен из своего окна видит, как молодая симпатичная пара целуется, обнимается. Это и есть новые соседи. Она их фотографирует и шлёт фото мужу с пометкой «новые соседи». Джефф приезжает домой, заходя в дом. Шутит о том, что не устала ли жена следить за соседями. Но тут же обнаруживает, что соседи у них в гостях. Это Натали и Тим Джонсы. Натали – консультант по соцсетям. Ведёт кулинарный блог и занимается фондом помощи сиротам из Шри-Ланки. Это её главная страсть. Сама она из Греции, а Тим любит путешествовать и сам выдувает скульптуры из стекла. Пары ведут между собой разговоры о путешествиях, о детях, и в знак знакомства Джонсы дарят фигурку из стекла, которую Тим выдул сам. Джеффу становится неловко, и в знак уважения он дарит антистресс-мяч, на котором написано «МБиАй». Джонсы собираются уходить, и Гафны приглашают их на ежегодную вечеринку «Юньберфест». Такой летний между собойчик, когда собирается весь район их тупиковой улочки повеселиться, попить пивка и пожарить сосиски. И вот и «Юньберфест» в разгаре. Все веселятся, выпивают. Тим увлечённо рассказывает, как увидел верблюда в пустыне, которого спас три года назад, про кальян в уютном кафе Хазима и про рынок в Маракеше. Натали в это время выигрывает в дартс у Дэна, который был чемпионом района целых пять лет. Тут Карен замечает, как Тим пошёл в их дом и идёт за ним. Заметив его у кабинета Джеффа, Карен спрашивает, что он хотел. Тим говорит, что искал туалет. Виртуозно переходит на тему интерьеров и быстренько уходит. Вечером после тусовки Карен и Джефф обсуждают новых соседей. И Карен говорит о том, что видела Тима возле кабинета мужа. Джефф говорит, что соседи нормальные ребята. Но Карен настораживает, что Тим очень хорошо ориентируется на рынки в Маракеше, а тут он заблудился в доме и не смог найти туалет. Поздним вечером Натали в парике идёт в МБА, отвлекает охранников, а Тим проникает в контору и заходит в кабинет Джеффа для того, чтобы восстановить удалённые сообщения. И находит сообщение, где написано «Товар готов, жду дальнейшей инструкции». Карен не спит и думает про соседей, затем видит в окно, как они ночью откуда-то возвращаются. На следующий день Карен начинает искать информацию про Тима и Натали. В это время Джефф едет в магазин и неожиданно встречает там Тима. Он зовёт его поесть китайской еды в клуб «Кобра». Там они выпивают вино с «Коброй» с крутым шоу по приготовлению настоящей ядовитой гадюки. Тим хочет напоить Джеффа, чтобы выманить у него информацию о компании. Но он ничего интересного не рассказывает. Потом Джефф зовёт Тима на скайдайвинг. Они летают в закрытом пространстве. Джефф думает, что они стали друзьями. В это время Карен почти незаметно следит за Натали. Но Натали замечает её. В магазине нижнего белья обнажённая Натали резко открывает двери примерочной и видит там Карен. Карен от неожиданности не знает, что сказать. А Натали говорит, что видела, как она следит за ней. Знает, что она с Мэг её обсуждает. Но предлагает держаться вместе и помогает Карен выбрать нижнее бельё, чтобы раскрыть её сексуальность. Вечером супруги Гафны решают заняться сексом. Ведь Карен купила новое нижнее бельё. В порыве страсти нечаянно разбивают стеклянную фигурку, которую им подарили Джонсы. И обнаруживают там жучок. Карен решает звонить копам с рассказом о том, что за ними следят соседи. Но тут же отказывается от этой идеи, потому что очень мало улик. Гафны незаметно пробираются в дом к своим соседям. При этом Карен надела перчатки, чтобы не оставить следов, отжев носки. Карен обнаруживает, что кастрюли на кухне ни разу не использовались. И что совсем нет специй. А это странно, ведь Натали ведёт кулинарный блок. И тут они заходят в комнату со специальным шпионским оборудованием. Заглядывают в компьютер и обнаруживают информацию о сотрудниках компании МБИ и чертежи ракетных установок. Джефф хочет взять ручку, чтобы переписать имена, на кого была информация. Но ручка нечаянно выстреливает в лицо Карен. Это был усыпляющий дротик. Тут приехали Джонсы. И нужно было срочно выходить из их дома. Быстро и почти не роняя, Джефф вынес Карен на руках через задний двор. Джонсы дома у себя пьют вино. Обнимаются. Заходят в комнату, но видят, что ручка пистолета была использована. И они сразу понимают, что у них кто-то был. На работе Джефф рассказывает своему другу Дэну про Джонсов. Что они шпионы. Джефф идёт в службу безопасности и рассказывает про найденный жучок. Сотрудник безопасности Карл просит Джеффа прийти к нему домой за более подробной информацией. Гафны приезжают к Карлу. Он живёт в фургоне. И как только он хотел начать рассказ, тут же получил пулю прям в лоб. Гафны прячутся за своей машиной. Начинается обстрел какими-то людьми. И тут примчались Джонсы и начали стрелять в ответ. При этом говорят Гафнам, чтобы те сели в машину. Под угрозой Натали с пистолетом они соглашаются. При этом причитая, какие у них замечательные соседи. Что подкинули к ним жучок. На что Джонсы припоминают, кто к ним залез в дом. Начинается погоня и обстрел с неизвестными людьми на мотоциклах. В это время Карен позвонили их дети с очень важным вопросом. Как делить печеньки? Люди на мотоциклах в погоне закрепляют взрывное устройство на авто, в котором едут Гафны и Джонсы. Джефф снимает взрывное устройство, бросает его. А Натали походу стреляет в это устройство. Взрыв и погоня окончена. Семейство сидят в кафе, беседуют. Гафны хотят узнать у Джонсов на кого они работают. И за кем следят. Но те ничего не рассказывают. Но Тим проговаривается и говорит, что с рабочего компьютера Джеффа была совершена измена США. И через него искали врага. Джонсы идут домой. И их дом взрывается. Все соседи в шоке и думают, что они погибли. Разбирались и копы, и пожарные. Причина взрыва – утечка газа. Гафны в панике и начинают хватать все подряд, чтобы как можно скорее уехать из города. Но тут у них в доме резко гаснет свет. Они идут в подвал проверить щиток. Включается свет, выдыхают, что светло. Оборачиваются и видят Тима, Натали и своих друзей Мэг и Дэна, которые связаны и с заклеенными ртами. Оказывается, Натали и Тим успели перед взрывом выпрыгнуть в окно. Гафны узнают, что их друзья замешаны в международной торговле оружием, где главным является человек по кличке Скорпион. А еще, что чипы, которые Дэн воровал в компании, могут подорвать всю систему противоракетной обороны. В ходе выяснения звонит телефон Дэна. Это был тот самый Скорпион. Джефф решает поднять трубку и договаривается с ним о встрече в ресторане при отеле. Операция начинается. Тим и Натали дают инструкцию Гафнам, что делать, и подбирают специальную одежду, оснащенную шпионскими штучками. Джефф и Карен видят друг друга в шпионском амплуа и не могут устоять от занятия сексом. Тиму и Натали приходится нечаянно это слушать. Вскоре Гафны встречаются со Скорпионом, разговаривают, пьют шампанское. Но Джеффа не отпускает мысль, что он где-то видел этого Скорпиона и начинает задавать ему разные вопросы. И тут сам Скорпион вспоминает Джеффа, что он работает в МБИ, в отделе кадров, и понимает, что это подстава. Джонсы просят подкрепления, но в подкреплении отказано. Джонсы решают спасать своих соседей самостоятельно, но люди Скорпиона их тоже взяли. Тогда Карен, увидев нож на столе, решается на отважный шаг. Незаметно хватает его со стола и говорит о том, что, как увидела Натали в нижнем белье, не может больше себя контролировать и смачно её целует, при этом незаметно отдавая нож. Натали бросает нож в охранника Скорпиона и начинается стрельба. Джефф и Карен прячутся за диваном. Карен хватает чемодан с чипами и все вместе убегают. Люди Скорпиона гонятся и стреляют в них. Гафны и Джонсы решают, что нужно выпрыгнуть через окно в бассейн. Карен стреляет из пистолета, который украл у охранника, в окно, чтобы его разбить. И они выпрыгивают, но обнаруживают, что Джефф не выпрыгнул. А к нему навстречу уже идёт Скорпион со своими людьми. И как только Джефф решается прыгнуть, люди Скорпиона и чемодан с чипами взрываются. И вот Джонсы и Гафны едут весёлые на такси домой. Гафны предлагают Джонсам пожить у них, но те отказываются. И за ними приезжает суперсовременная тачка Тесла. И они уезжают. И уже следующим летом Гафны сидят за столиком в кафе Хазима. Курят кальян, фоткаются и замечают Джонсов. Видят ребёнка у Натали. Начинают приставать с расспросами, но понимают, что они опять сорвали Джонсам шпионскую операцию. Начинается перестрелка, но Джефф и Карен очень рады, ведь они так скучали по своим друзьям.